Ладно, поехали. Будет Вселенная. Стоп. Но что если всё было не так? Или не совсем так? Теория Большого Взрыва в современном её виде наиболее общепринятое описание того, что происходило со Вселенной с самых ранних этапов её существования. Охуенно. Но, раз я говорю наиболее общепринятое, можно сделать вывод, что она не единственная. Есть и другие, просто теория Большого Взрыва самая успешная. Но ведь это лишь теория. Ох уж мне, это вечная «это лишь теория» от людей, которые путают понятия гипотезы и теория, или не знают того, что вообще под словом «теория в науке понимается». Да, но теория — это всё равно не истина, как бы. Важно понимать. В общем, хейтеров у теории Большого Взрыва тоже достаточно. Правда, я сейчас скорее не про учёных, а про обывателей. И, в принципе, понять их можно, если неподготовленному человеку сказать, что когда-то вся Вселенная, пространство, время и всё, что его наполняет, было сжато до невообразимо малых размеров, а потом внезапно, по какой-то причине, начало расширяться, причём ещё и в первые мгновения супербыстро, а потом почему-то помедленнее. Человек, наверное, скажет... Чего? Это даже приводит к тому, что обыватели пытаются придумать свои альтернативные версии эволюции и даже происхождения Вселенной. Обыватели. Есть учёные, а есть вот обыватели, понимаете? Вот так вот. Покуют о них, правда, не в научных журналах, а в интернете. Пишут письма со своими идеями космологам, и даже мне иногда свои такие идеи присылают. Но научные теории, тем более такие фундаментальные, это не просто какие-то произвольные необоснованные идеи. Ну... То есть, если это не произ... Смотрите, произвольные, это значит, что есть вообще какой-то выбор. То есть, если, в принципе, из разных теорий... Ооо, тупо база, реально. Это реально тупо база. Если реально можно, ну, если реально есть выбор, если реально есть выбор, да, и этот выбор производится в пользу одной из теорий, значит, произвольно в каком-то смысле. Если нет абсолютных доказательств, ну, значит, тоже произвольно отчасти. Я тоже могу придумать что-нибудь вроде «Большой взрыв — это чих некоего межпространственного существа». Или же что-то более витиеватое, с кучей умных слов, и что не будет казаться ерундой с порога. И тем не менее, никто мою такую идею в научный журнал не примет. Не потому, что научные журналы — это элитарное сообщество, не, ну, во-первых, поэтому, более того, потому что это достаточно сектанские места, да, журналы, и там по связям во многом проходят люди. Ну, связи бывают при этом дружеские, так и, в принципе, ну, просто вот вы в том или ином сообществе продвигаетесь, учитесь, учитесь выглядеть наукоцентрично, правильно, да, то есть есть несколько уровней, так скажем, вхождения в научные журналы. Ну, вот. ...которые пускают только своих. А потому что моя версия не будет... Ну, да, там пускают только своих, и, например, даже стилистика написания — это способ отличить своего от несвоего. Дело не в доказательствах, дело даже, ну, не в истинности высказываний, дело именно в том, что вот ты принадлежишь к научному сообществу. Ты это проявляешь, во-первых, на уровне того, что ты имеешь определенный статус, во-вторых, у тебя есть знакомые в этой секте, так скажем, которые с тобой общаются, которые тебя смогут даже выяснить, если что, но они знают, например, что я написал эту статью. Протри вебку, все нормально. Так вот, ну и, соответственно, еще и третье. Сверху стилистикой написания. То есть вы проходите несколько раз... Приветствую, Людмила, рад видеть. Вы проходите несколько раз вот эту инициацию непосредственно на то, вот являетесь ли вы ученым. Ну и, конечно, самая важная инициация — это стилистическая инициация. А дальше уже вот как оно там получается по-разному. ...соответствовать элементарным критериям, которым должна соответствовать настоящая научная теория. Теория Большого Взрыва держится наверху уже много десятилетий, потому что она успешно предсказывает многие явления, которые мы действительно наблюдаем во Вселенной. И это лучшее, что у нас есть. Вообще забавно, когда люди говорят лучшее, что у нас есть, для чего? Для познания истины? Для познания реальности, как это было на самом деле устроено? Или для просто предсказания каких-то явлений? Лучшее, что у нас есть? А почему лучшее? Может быть, вы не использовали другие какие-то теории на том же самом уровне и с тем же самым уровнем предсказательности? Может быть, вы их просто упустили, потому что у вас, я не знаю, непосредственно догматизм во все поля непосредственно пышет. Вот вы, короче, ничего не проверяете, кроме этой самой теории, и все. С эволюцией, кстати, та же самая тема. Однако в истории науки не раз было так, что какая-то общепринятая теория устаревала, и на ее место приходило новое. Случится ли это с теорией Большого Взрыва? Да, есть такое, Ван Бломберг. Это правда. Ну, это тоже исключать нельзя. К тому же, хоть она сейчас и лучшая, это не значит... Вообще, значит, лучшая. Просто популярная. Просто ее разделяет... Ну, просто попсовая теория. Типа, знаете, как вот, я не знаю, там, какой самый популярный сейчас музыкант? Какой-нибудь там, не знаю, корейский псай, да? Вот теория Большого Взрыва это корейский псай в мире физиков непосредственно. Вот они под него, в общем, на концерты ходят и кайфуют непосредственно. Вот в этой элитарной группе, в этом элитарном сообществе, в котором определенные ступени инициации имеются, вот так вот принято... Вот эта вот идея принята за основную. Более того, дядька нам сейчас врет. Многие физики, включая, например, Бояршинова, вообще большинство, как я понимаю, физиков, они тупо говорят, что теория Большого Взрыва, так вообще нихуя не теория, это просто факт, никак ее не опровергнуть, не оспорить, вот просто был Большой Взрыв и все. То есть, как бы тут еще, знаете, парень пытается играть сразу в нескольких полях, потому что важно еще понимать, что значительное количество так называемых ученых, так называемых, да, прикольное слово, обожают, так называемые, ну, мы удалим здесь, давайте так называемых, большее, большинство ученых, в принципе, они крайне некритичные, они доверяют тем теориям, которые используют. И, например, когда речь идет о той же теории эволюции, люди говорят, да это, блядь, уже не теория, это, блядь, факт. Не, мы не видели, как она на самом деле работает, мы не видели миллиарды лет развития жизни, и не знаем, есть ли миллиарды лет на самом деле, потому что никогда там не были, никогда это все не измеряли, просто вот так вот предположили в нашем мыслительном аппарате. Ну, это, блядь, факт, смиритесь, это научный факт, все. То же самое с теорией большого взрыва. По косвенным данным было выявлено, что, в общем-то, вот что-то похожее произошло, и многие люди в это реально верят, науке. Прямо вот верят, верят, без вопросов, без допущения возможности того, а, ну, завтра, наверное, опровернут теорию большого взрыва, может быть, эволюцию теорию там тоже опровернут, возможно. Все вокруг опровернут, и вот, короче, вот так вот. ...что она совершенная, и у нее есть свои проблемы, и создать научные альтернативы теории попытки были. Об этом сегодня и поговорим. О самой ТБ... Ну, было бы мало, вероятно, если бы не было. ...в, о ее проблемах, а главное, об альтернативах. Ну, а я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Я уже несколько лет сотрудничаю с ребятами, которые помогают мне с каналом, а именно с монтажом, съемками, всякими организационными вопросами. Так мне проще сфокусироваться на самом контенте, изучать материалы, писать сценарии и придумывать ролики. Так вот, мой друг, с кем мы сотрудничаем, и кто занимается еще несколькими каналами, записал курс по Ютубу, и я там тоже принял... Как же балдеют рептилоиды, облучая землю реликтовым и, в кавычках, излучением, чтобы зарофлить над глупыми человеками? Ну, например, да. Иронично звучит, но просто одна шутка разъебывает теорию, в общем-то, вот эту теорию, ну, как разъебывают, не разъебывают, но дает нам основание для того, чтобы усомниться. По крайней мере, в том, что она истинна. Ну, предсказывает и предсказывает. Тогда следует, опять же, проговаривать четко. Лучшее для, да, вот пока что для нас ученых, это лучшая теория для предсказания новых явлений. Не более того. Не самая истинная, не самая близкая к истине, не самая правдоподобная, не самая лучшая для каких-то других целей, возможно. А вот именно для этой цели пока что самая лучшая, и пока что вот другие теории, которые мы пробовали, они вот так вот не заходили. Вот эта формулировка была бы наиболее точной, на самом деле. Но она очень сильно дискредитирует научное знание, если мы так сформулируем, да. То есть, ну, то, что на самом деле это какая-то ебучая выдумка, ебаный миф, так скажем, да, для малолетних дебилов, которых интересует просто предсказательность. И все. На самом деле все, конец. Вот тут. Ну и возможность фальсифицируемости непосредственно. Ее можно фальсифицировать? Да, она что-то предсказывает. Да, да, научная теория, заебись, вот она. Частие. Да, понятно, в интернете можно найти полно общих советов, но что-то можно узнать только на своем опыте. И вот тут как раз куча полезной информации, но при этом конденсированной информации без воды. А я в этом курсе рассказал о том, как я пишу и оформляю сценарии для видео. Среди основных тем курса как находить удачные идеи для видео, как разрабатывать контент. Вообще, кстати, поэтому я науку и вообще любые всякие большие системы, по типу, кстати, христианства, не очень люблю, потому что они внутренне противоречивы, в них много разных людей с большим количеством мнений по поводу того, как вообще все устроено вот в этой самой либо науке, либо в христианстве. То есть вы спорите с одним христианином или, например, с одним ученым, он вам одно говорит. Спорите с другим христианином или ученым, он вам другое говорит непосредственно. И вы находитесь в состоянии полного охуения на самом деле, потому что вы на самом деле не до конца понимаете, насколько сами ученые не понимают. И христиане, кстати, не до конца понимают, чем они занимаются по большей части, да, потому что ни христианство, ни наука, ни какая-то другая очень большая массовая система, она не является, ну, полностью идеальной, целостной, целокупной, даже там два православных человека уже просто разные. Там есть какой-нибудь Васил, который православный неотомист вообще, есть какой-нибудь там, я не знаю, хуесосил, который там бегает, там ведьм пиздит на улице в 21 веке и еще что-то делает. То же самое с учеными на самом деле. Кто-то там рационалист, кто-то там, блядь, типа интуит, это мы интуитивно это познали, кто-то агностик, кто-то хуестик, блядь. И основная проблема заключается в том, что все вот эти вот средства, приветствую, Вячеслав, работают на поддержание работы научной монополии, как ни странно. То есть единственное, чем сиентисты друг с другом едины, это в том, что наука это хорошо, не важно, что мы считаем, не важно, что мы называем наукой, просто наука хорошо, и ее следует защищать любыми методами. Да, вот она у нас наука защищена. Защищена наука, мы внутри этой науки, мы вот защищены от всех вокруг, неважно, какими способами, типа наука это истина, наука это, там, я не знаю, да, она во всем там, типа, сомневается, познание невозможно, там, но мы познаем, приближаемся к истине, еще что-нибудь такое, или еще какие-нибудь другие позиции, похожие на эту. Там наук, социальный институт, и так далее, и так далее, и так далее. И мне тут кажется, что ученые спиздили у христиан как раз подход, потому что христиане, они же заранее знают, как оно должно быть, ну, плюс-минус устроено, да. То есть у них еще сначала, ну, не сначала античности, это уже достаточно поздняя часть античности, уже с поздней, с конца античности они уже полностью составили уже представление о том, вот, ну, какая этика должна быть, какие там некоторые базовые убеждения должны быть, чтобы все работало. И все остальное, что в Средневековье развивалось, это стратегии защиты вот этого ядра. То же самое с наукой. Есть некое методологическое ядро, некоторые методологические установки, вокруг которых, в общем-то, и сворачивается большое защищающее поле. То есть вы пытаетесь в ядро ударить, а тут какой-нибудь агностик выбегает, а потом другой какой-нибудь там человек, который истину там любит в науке, потом еще чего-нибудь. стратегию, как эффективно выстраивать процесс создания контента, работать с превью, правильно понимать данные аналитики и делать из этого выводы. Ну и, конечно, монетизация. Курс подойдет блогерам, менеджерам YouTube-каналов, видеопродакшн-командам, маркетологам, предпринимателям, SMM-специалистам и так далее. Да, сейчас пока буду... А, еще и гуманитария неожиданно бывает выпрыгивает, у которых вообще метод другой, такие, а, наука заебись, там, я не знаю, я хочу быть технарем, но я ебаный гуманитарий, Господь, убей меня нахуй. Тоже вот такие ребята есть, мое почтение. Мое почтение гуманитариям, которые неистово дрочат там на всякие вот такие вот естественные технические штуки, вы лучшие, короче, которые вообще не в курсе дела, просто выпрыгивают и как же жертвуют собой ради всего хорошего и против всего плохого. Вообще YouTube не ясно, но мы работаем и собираемся продолжать, дальше. К тому же много инфы на курсе актуально не только для YouTube, а для видеоконтента в целом. Переходите по ссылке в описании, а по моему... Вот автор решил зайти околоагностического такого захода. Причем, вот смотрите, в чем нюанс важный, он не прояснил сути. То есть он сказал, что вот у нас есть теория, да, может это не истинная теория, но она лучше из имеющихся. Что значит, что она лучше из имеющихся, нихуя не понятно. Единственное критерие он указал, что она предсказывает будущее открытие. Окей, 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 хорошо, хорошо. Но мы можем представить бесконечное количество разных теорий, которые могли бы предсказывать те открытия, которые произошли. Ну, я, по крайней мере, могу. Я не знаю, как вы можете или не можете представить, но чисто фактически мы могли бы придумать до этого какую-то другую теорию, которая, в принципе, бы вписывалась в те или иные, в общем-то, открытия, которые были совершены после. Мы заранее, конечно, не знали, какие открытия будут совершены. Это очевидно. Это безусловно очевидно, да? Но, в принципе, мы можем себе составить сейчас любую теорию. Например, теорию... Ну, с эволюцией проще работать, потому что она более предметна, понятна и очевидна обывателю. Да, давайте с эволюции зайдем. Которая бы описывала, почему там, не знаю, те отложения, которые мы находим под землей те самые окаменелости, почему они там вообще присутствуют? Допустим, это все делал Господь Бог. И Господь Бог, и у него был замысел, что окаменелости находятся в определенном порядке. Это как бы окаменелости, допустим, это просто модели живых существ, которые Бог просто планировал сделать, но почему-то не сделал. И он их развивал по уровню сложности. Но это просто были модели, никогда таких живых существ, допустим, не было. Ну и, соответственно, да, вот он по порядку вот так вот их развивал. И поэтому кости, например, и другие системы органов, и другие там вот все, что в организме происходит, тоже постепенно как будто бы развивались. Но этих организмов, допустим, не было. Так вот, с помощью такой теории, которую я не очень хорошо сейчас обозначил, но я думаю, вы можете себе такую теорию представить и вообразить. Можно было бы предсказать все те факты, которые плюс-минус там находят теорию эволюции, если ее еще более тонко сформулировать. И все, Вячеслав, я, кстати, пытаюсь сейчас эту одну теорию сформулировать, и все нормально. Вот. Можно еще бесконечность таких напридумывать. И это очень изи. Проблема заключается в том, что наука просто пользуется вот одной из таких теорий. Одной, да? И более того, конкуренция теории за предсказание будущих фактов нихуя на самом деле не значит. Смотрите, просто берем кластер теорий. Бах! Бах! Сделали большой кластер теории разных, объясняющих какую-то там область человеческой жизни. Ну, например, жизнь саму по себе, да? У нас там, не знаю, теория какого-нибудь Ламарк там эволюционная, еще какого-нибудь Дарвина, Хуярвина, Шмарвина. И вдруг оказывается, что одна из теорий не предсказывает факты. Ну, пошла нахуй, вот это пошла нахуй, это пошла нахуй. О, а вот это, оказывается, предсказывает. Все. То есть, ну, надо быть, я не знаю, полным идиотом, чтобы не быть уверенным в том, что какая-то из теорий лучше предсказывает факты, чем другая. Да, ну, наверное, какая-то будет, какая-то что-то предскажет, если мы сразу берем некую сумму теорий, из которых потом в будущем отбираем, в общем-то, лучшую. Очевидно, да, если у нас есть некий пак, наверное, какая-то окажется вот для этого критерия, для этого параметра просто лучший. Вот если бы мы заранее одним единственным выстрелом одной единственной теории просто поразили мишень, вообще ноль вопросов, изи. Изи тогда действительно был бы волшебный метод, позволяющий что-то предсказывать. Но по факту-то, по факту, мы можем такие теории, ну, то есть, опять же, мы можем почти любой кластер теорий создавать в большом таком количестве. И чем больше теорий, тем больше шансов, что в этом кластере найдется одна, две, три такие, которые будут предсказывать будущие факты. И мы такие, наука? Охуеть, наука, круто. По коду Космос просто, скидка 10%. Научная теория популярна не потому, что это кому-то выгодно, модно, ну, или просто звучит правдеподобно. Ну, нет, это и выгодно, и модно, и звучит правдоподобно. Люди, которые придерживаются определенных взглядов, ну, как бы им выгодно сохранять эти взгляды внутри той системы, в которой они существуют. Если неожиданно окажется, что вот эти вот люди, ученые, которые придерживаются непосредственно теории большого взрыва, да, окажутся неудел. То есть, вдруг будет признано мировым сообществом, что теория большого взрыва чушь. Ну, тогда может оказаться, что эти специалисты нахуй пойдут из университетов, не будут получать зарплаты, не будут получать гранты, будут, блядь, не существовать и сдохнут. Ну, то есть, это к вопросу, да, то есть, либо высокостатусный ученый, который получает хорошую зарплату где-нибудь там за рубежом в США, там просто топовую зарплату получает. Имеет там отличное жилье, там, не знаю, все у него отличное и хорошо, льготы, возможно, какие-то и высочайший социальный статус при этом имеет. Ну, либо, блядь, ебучий фрик, на которого все просто вот так вот плюют. Приблизительно перед таким выбором стоит ученый, да, ну вот осознает он его или не осознает. Вот, тут как-то так, и это и мода, мода это просто, ну как, как вам сказать, что такое мода? В математике, например, что такое мода? Это совпадение. Чем больше людей определенной группы чего-то придерживаются, ну то, значит, и модно. Вот, вот оно так, да. Христианство тоже в некоторой степени модно. Есть некая мода, так скажем, на христианство. Не в смысле, что это новый костюм, а в смысле, что есть большая группа людей, которая этого придерживается. Какие у этого основания, да, ну даже лучше задать вопрос, а можно было бы с такой же серьезностью придерживаться других взглядов и другой системы? Относительно христианства, да, относительно науки тоже, да. Как ни странно. Вот, все. Ну, значит, мода. Значит, чистой воды мода. Ну, то есть, выбор не предрешен абсолютными, безоговорочными, бесспорными аргументами, с одной стороны. А с другой стороны, если он ими не предрешен, ну, значит, он отчасти спонтанен. Ммм. Теория должна что-то успешно объяснять. И теория большого взрыва... Ой, любая теория что-то, в кавычках, успешно объясняет. ...корый бы это делает. Об этом, кстати, есть целая научно-популярная книга, написанная астрофизиками и космологами Люком Барнсом и Герайнтом Льюисом, которая называется «Справочник космического револю...» Что я пишу? Да не думаю, что прям так жестко будет. Про ученых? Да, в смысле? Ну, смотрите, если вдруг авторитет той или иной теории пошатнется. Смотрите, два выбора. Стать тупым бомжом, отшельником, дегенератом. Ну, например, какими сейчас являются сторонники теории эфира. Вот. Их хейтят, их везде пытаются отовсюду выгнать, их презирают, над ними смеются, их называют шарлатанами и так далее, и так далее, и так далее. Притом, некоторые из них действительно таковы, скорее всего, да? Но все же, сам факт того, что вы придерживаетесь теории эфира в современном сообществе, это уже хтфу, короче. Если вдруг теория Большого Взрыва станет такой же штукой, как и теория эфира, и вы продолжите в нее верить, так скажем, и продолжите ее придерживаться и озвучивать, вы переместитесь вот-вот в лагерь вот этих самых людей, которые за теорию эфира. То есть к неуважаемым, к презираемым, к тем, с кем лучше за руку не здороваться, гранты им лучше не давать непосредственно. Эволюционера или как победить Большой Взрыв. Жаль, ее нет в переводе. Книга как раз детально рассказывает о том, почему ученые считают теорию Большого Взрыва наиболее успешной. Так вот, в интервью авторы книги говорили, что часто встречаются два полярно противоположных взгляда на науку. Одни ее слишком идеализируют и воспринимают как совершенное знание, другие же наоборот думают, что наука это жадная погоня за властью самопровозглашенных экспертов, которые только и хотят людей запутать умными словами. Ну не, они думают, они по знаниям занимаются эти эксперты на самом деле, но как? Мы можем это рассматривать через позицию реально фуко, и получится, что, ну да, есть определенная воля к власти в этом, воля к интеллектуальной власти. Не, ну шо я, ну да, либо переобуться надо. Да, ну просто обычно, да, просто ученый на самом деле возьмет и переобуется. Это, кстати, тоже элемент моды, я замечу. То есть, если вы искренне продолжите с теми же доказательствами придерживаться старой теории, вы сосете хуй. И вообще, в принципе, по стандарту ученый такой, блядь, большинство ученых придерживаются другой теории. И, короче, надо переодеть обувь срочно. Все, я тоже с вами сторонник той же теории. Коллеги, здравствуйте, здравствуйте, коллеги, мы теперь работаем в этой теории. Такова наука. Ну вот, вот она такова. И это не мода, может быть. Вот хрен его знает на самом деле. И своей математикой. Но на самом деле это не то и не другое. Ну а тем, кто действительно хочет попытаться свергнуть теорию Большого Взрыва, надо, чтобы они еще были способны объяснить то, с чем ТБВ справляется хорошо. Но с чем она справляется хорошо? Давайте по порядку. Чтобы прийти к современному пониманию того, как устроена Вселенная, человечество прошло сложный путь длиной в сотни и даже тысячи лет. И конфигурация менялась. А размер Вселенной, по версии людей, постоянно увеличивался. Люди считали, что Земля в центре Вселенной. Потом все же взяла вверх гелиоцентрическая модель. Каждый раз меня про... Забавно, что эти люди это европейцы. Буквы... Сука. Ну вы знаете эти, в кавычках, люди, которые на самом деле европейцы. Это супер краткий пересказ вообще всей истории, в кавычках, астрономии, астрофилософии, я бы даже это лучше бы сказал. Просто потому, что это супер краткий пересказ. Пуквукс, ну сначала там геоцентрическая, пуквукс, а потом там вот это вот, ну вот гелиоцентрическая, а потом тут типа Вселенная, там бух, вот это вот, да, тупо три этапа, там тезис, антитезис, синтез, тупо гегель пришел к нам неожиданно. Поражает то, что всего около ста лет назад мы думали, что наша галактика, Млечный Путь, это и есть вся Вселенная. А другие наблюдаемые галактики считались туманностями внутри Млечного Пути. Почему, собственно, галактику Андромеды до сих пор еще называют туманностью Андромеды. А до открытия расширения Вселенной ее могли описывать как, соответственно, стационарную, то есть не расширяющуюся, вечную и бесконечную. Но у такой модели были серьезные проблемы. Например, в виде возникающих... Проблема еще заключается в том, вам, Блумберг, что в Средневековье, ну еще до Коперника, вообще просто я знаю, что вот эти вот синтюги всякие, там физико-фашисты и так далее, у них там физика-то начинается в лучшем случае с Коперника, а в худшем с Галилея, да, так непосредственно. А то, что было раньше, ну на самом деле средневековые дискуссии не учитываются. И греческие, кстати, тоже не учитываются. И сам спор о том, где Земля там находится по отношению к Солнцу, какова Вселенная, как она устроена, это очень древний спор и очень разнообразный спор. И в Средние века он тоже велся. И, например, такой персонаж, как Николай Рэм, средневековый мыслитель, он как раз указывал нам на то, что Земля-то, она, ну, не важно, где находится, в центре, не в центре. Самое главное, что мы можем воспользоваться здесь методом математической относительности и высчитывать все вокруг, так, как будто бы Земля в центре, так, как будто бы Солнце в центре, так, как будто бы что угодно, где угодно, да, на самом деле. А и, в принципе, делать итоговый вывод о том, что на самом деле, вокруг чего крутится, для нас математически, вообще, на самом деле, не важно. Мы можем, как с помощью гелиоцентрической модели, так и с помощью геоцентрической, так и с помощью вообще любой другой, абсолютно так же предсказывать движение всех тел, и нам абсолютно без разницы, что вокруг чего движется. И эта идея до Коперника и до Галилея была озвучена Николаем Рэмом, я замечу. Тут очень, очень, очень интересный нюанс. То есть, у нас был человек, верующий христианин, кстати, да, но при этом достаточно агностических взглядов по поводу вот познания физики, природы, но при этом вот предлагающий такую инструментальную методологию. И это, блядь, средние века, вообще-то. Вот те самые ужасные, которые никто не любит. Вот это вот, где там мрак один, там всякие шизы там вот эти вот сидят, просто читают книжки, да, свои библейские, и все. И больше ничего, как будто бы, там не происходит. Просто вот схоластика, да, и все, да. Нет, там велися серьезные дискуссии, в том числе дискуссии математического характера, астрологического, астрономического, да, астролога-астрономического характера в том числе. И довольно тяжелые и длительные дискуссии, которые, ну, блядь, сначала непосредственно, да, даже сначала античности они не прерывались, и шли, и шли, и шли, и шли. Очень богатая история здесь. На самом деле, есть, что рассказать. Нехилых таких парадоксов Например, знаменитый фотометрический парадокс Или парадокс Ольберса Который говорит о том, что если вселенная бесконечна И в ней равномерно распределены звезды То хоть звезды на большем расстоянии Становятся тусклее То в то же время их должно становиться все больше И одно должно быть Вообще, да, законы природы тоже от христиан пошли Более того, сами законы природы являются Тотальными абстракциями Вот Ну вот Во-первых, что нам требуется от закона природы И его математическое выражение Математики в природе мы не видим Я не вижу вокруг себя никакой математики, например Математика это очень абстрактный аппарат Как он помещен в природу Ну, например, я не будучи платоником Я, например, с большим трудом могу себе объяснить Каким образом математика Хотя бы в теории может хоть что-то в мире объяснять Закон природы считается как нечто действительное Реально существующее Ну, как он может быть таковым, если он по сути своей Некое математическое выражение И не более того, на самом деле Это математическое выражение, которое перекладывается, в общем-то, на природу И при этом еще делается утверждение Что вот так вот, как мы здесь посчитали Так оно работает везде Вот Тут как-то вот так вот А да, вообще термины вообще чисто вот так вот словесно Законы природы Они произошли из законов божьих И вообще, в принципе, они произошли на таком разделении То, что у нас есть Ну, потому что законы природы это и есть В том числе законы божьи Ну, просто еще другие законы божьи, да Так скажем Бог и природу создал Это тоже его законы Ну, есть еще дополнительные божьи законы Которые тоже могут, ну, там по-разному работать Там нравственные законы, еще какие-нибудь Вот Компенсировать другое Ну, ракеты и не по формулам летают Вы в ракету ухуярите, короче, топливо Пуф, блядь, и она летит в любом случае Тут как бы ракета не на математике летает Математика не для того предназначена, на самом деле Практически все и так летает И мы можем даже не с помощью математики Более точно там что-нибудь выверять Ну, например, стрела Почему стрела попадает в цель? Почему стрела в цель попадает? Вот когда мы стрелой стреляем С ракетами немножко посложнее будет, да Но почему стрела попадает в цель? Потому что мы целимся В принципе, математика, это такая, знаете Как вот она используется в практике Это как бы такой трафарет, условно Который мы накладываем на мир Это условно прицел, можно даже сказать Это прицел такой, да Вот прицел вам сформирует математика Систему там осей координат Еще чего-нибудь Какие-нибудь матрицы Какие-нибудь такие более сложные штуки Которые позволяют вам описать пространство Время и еще что-то, да И, причем именно описать Не объяснить Потому что с объяснениями я вообще не понимаю Как это все работает Я в принципе не понимаю саму идею Каким образом математика Объясняет работу мира Я понимаю, как она описывает И как мы этим описанием пользуемся на практике Но вот как это вот описание переходит к объяснению Для меня это большой гносиологический гигантский вопрос Который необходимо разъяснять И аргументировать Но, к сожалению, почти никто этого сделать не может На адекватном уровне И мы, короче, получаем Ну, типа Практика, критерий истины Там все дела Мы предсказали будущие факты Бу-бу-бу И все И на этом мы останавливаемся Довольно смешно Со стрелой все просто Прицелились, выстрели Собственно, так же и с ракетой приблизительно работает Ну, просчитываем траекторию Вот обычно по статистике Она летит как-то вот так вот Надо запустить ее вот с таким На таком уровне А ты разве недавно не спорил с кем-то Кто пытался тебе законы природы из Библии вывести? Так проблема, Максим, заключается в том Что этот человек пытался мне объяснить Что законы природы были в Библии изначально То есть вот не только в Библии А вообще в раннем В античности Ну, не в ранней античности В поздней античности Когда уже христиане развивались Что вот у них уже были законы природы Нет, пока еще не было Были законы божии тогда Это реально божие законы Иногда там что-то и на природу перекидывалось Но чисто термина закон природы не было Постепенно на протяжении Средневековья Через большое количество мыслителей Включая эмпириков, кстати Христианских эмпириков Которые там акомисты Там и прочие ребята Разные там плюс-минус номиналисты И не только Вот формировался естественно Научный дискурс В котором формировались законы природы Импетус там вот этот самый Который потом у Ньютона импульсом станет И многие другие такие понятия Принципы, образы, метафоры Которые так или иначе Начали использоваться в грядущей науке Наука в целом выросла Из средневековой схоластики Как ни странно, во-первых И по-моему она не могла Не сформироваться ни в ней Потому что опять же Это дискурс законов природы Что мы эти теории составляем Так, чтобы составлять законы природы Которые должны объяснять мир Которые перекидываются на всю вселенную автоматически Это очень интересный аппарат Воображаемый, конечно Для этого был применен в свое время Вот Почему если я кину камень, как он полетит Потому что это феномены так работают Феноменально у вас все и так работает У вас весь мир вокруг вас работает Самолеты летают не потому, что у нас математика Или мы какие-то теории сделали и предсказали Просто мир так работает Все Вы можете ничего не высчитывать Налить топливо в самолет И запустить его Без какой-либо математики Какой-нибудь там пилот может вообще математикой не владеть Хотя хер его знает Смотря какими аппаратами и приборами он пользуется Ну в теории вы можете просто сесть в самолет Нажать на педали какие-нибудь там ручки Вух нахуй И вы уже летите например Никакой математики при этом не используя Ну так вот получилось Что исторически мы начали использовать математику Для в том числе описания И это оказалось не так уж и плохо соответственно Это достаточно Оказалось чтобы нам в том числе как-то помочь Ну как вы например используете трафарет Вы можете начертить прямую линию? Можете Но с трафаретом быстрее вот так и проще Ага И под такой логике мы ночью должны Так Ильяс вы понимаете Вы не высчитываете какой вес должен быть Вы его пробуете буквально Да вы методом проб и ошибок пробуете Какой вес должен быть У самолета У пилота У предметов Какая прочность здесь должна быть Потому что вы ни одной теории не предскажете Как оно должно все работать У вас все нахуй развалится Как говорят великие классики марксизма Первый самолет полетел не сразу Почему? Ну вот потому что блять Да сначала нужно подобрать достаточно твердые какие-нибудь основания Для крыльев Чтобы они блять не развалились в воздухе Чтобы там вот это произошло Вот это произошло Ставим Пробуем Запускаем Хуйня получилась Еще прочнее надо Еще легче Легче и прочнее Материал нужно найти Нету у нас блять такого материала Ну пиздец Самолет не полетит Ой А мы сделали такой материал Он и прочнее И легче И вообще заебись О Давайте его вставим Ой Ой Вот уже крылья не разваливаются Там например И так далее То есть сам мир работает без математики И без науки И без всего И в принципе практика На мой взгляд До очень больших уровней И без этой науки Может развиваться Вообще Для меня большим вопросом Является вот философским другое А можно ли вообще без науки Достичь очень высоких степеней практики И у меня есть подозрение Что да На самом деле Но я на это не утвердительно отвечаю У меня есть просто сомнения в том Что вот тот путь Который мы прошли С той практикой Которая у нас имеется Да Правильно Ван Блобберг Правильно Так вот Что Только таким путем Мы могли достичь практики Кстати Одним из этих путей Ну вот этот путь Да включает в себя и математику Для меня большим вопросом Является вообще вопрос о том А обязательно ли было Использовать математику И можно было бы обойтись без нее То есть Я опять же Я отвечаю неутвердительно Может быть да Может быть нет Но мне кажется Про прочных И достаточно увесистых Доказательств того Что только математикой Это можно было делать Только математикой Ну по-моему Не существует Наблюдать не темное небо Что за бесконечно долгое время Все уже давно Должно было прийти В состояние термодинамического равновесия И вселенной Ильяс пишет Математика помогает Быстрее найти вывод Ты же не будешь подбирать вес С одного килограмма И так плюс один Плюс один Плюс один Почему нет Во-первых Почему нет Ну во-вторых Можно попробовать Там плюс один Плюс пятьдесят Там минус двадцать И вот так вот поскакать И что-нибудь найти Ну Причем Мы опять же Мы цифрами сейчас пользуемся Мы можем не пользоваться цифрами То есть Мы можем просто опытным путем Выяснить Вот у вас жирный мужик Четыреста килограмм Мы математически измеряем Что он четыреста килограмм Но мы и по виду По внешности И по другим параметрам Можем определить Что вот этот человек Ну очень большой И В общем Ну очень массивный Да непосредственно Будем использовать образные Такие качественные определения Не количественные Качественные Короче Пух Он пухлый просто Пухлый такой Возможно лифт его Например не выдержит Этого человека Мы как бы Вероятно Да мы уже пихали Много людей в этот лифт Даже не таких людей А вот На вот Каких-нибудь там предметы Мы брали на одну чашу весов Без чисел кстати Ставить с одной стороны Да там большой вес Такой Какую-нибудь Железку Да и вот Толстого человека И приблизительно поровну Там выровнять И вот короче Это большой вес В лифт ставить И смотреть Что с лифтом будет Вот лифт после такого веса Например вообще не идет Ну Значит что-то идет не так Должна была достигнуть Состояние тепловой смерти Об этих трех парадоксах Я подробнее рассказывал В отдельном выпуске Но вообще Это так называемые Парадоксы-парадигмы То есть Они существовали В рамках взглядов На Вселенную Того времени Однако Стоит отказаться От идеи о том Что Вселенная Вечная И что она Стационарная Эти парадоксы Исчезают Но Нельзя Просто так взять И отказаться От устоявшихся Взглядов Даже Эйнштейн В 1917 году После того Как разработал Общую теорию Относительности Построил первую Релятивистскую модель Вселенной Которая была Статичной Правда Позже ему пришлось От этого отказаться Но для этого Понадобились Серьезные аргументы Обычно Когда говорят Об открытии И расширения Вселенной Сразу вспоминают Эдвина Хаббла Хотя он конечно Не единственный Кто приложил К этому руку Намеки на это И не только В виде парадоксов И нестыковок А в виде Наблюдений И расчетов Стали появляться Раньше Еще в 1912 году Американский Астроном Веста Слайфер Наблюдал За спиральными Галактиками И измерял Их красное Смещение Да На тот момент Еще было неизвестно Что эти объекты Были именно Отдельными Галактиками Они считались Туманностями Внутри Млечного Пути Ну и на всякий случай Для тех Кто тут в первый раз Очень кратко Напомню Про красное Смещение И эффект Доплера Все слышали Как изменяется Тон звука Например проезжающего Это в школе Мы проходили Мимо поезда Или машины Происходит это Потому что Объект движется И волны звука Сжимаются Когда он к нам Приближается И растягивается Когда удаляется Вот мы и слышим Да Теперь смотрите Теперь делаем Ход конем А есть ли у науки Какие-то доказательства Того Что это смещение Происходило На протяжении Всех миллиардов Леты становления Ну туда То что Вот это движение Происходит На протяжении Всех миллиардов Там лет Становления Вселенной То есть Мы наблюдаем Красное смещение Сто лет Сто лет Там или сколько Да Получается Сто лет Да Плюс-минус Сто лет Кто сказал Что Вселенная Движется Только вот так Вот в одном Направлении Расширения Получается В таком случае С чего вообще Эту хуйню взяли Ну ладно Ну или как-то так Там бесконечное множество Разных формаций Движения Может при этом Быть представлено Мне кажется Люди Опять же Допускают Одну колоссальную Ошибку Которую в свое время Допустили Пифагор и Аристотель То есть Да Они допустили Большую ошибку В рассуждениях Но вроде бы Рассуждали В итоге Вывод оказался верным Что земля сферическая Да Вот Как они это выяснили Как Пифагор Так не было машин Миллиарды лет назад Ну не было и не было Так вот Еще Пифагор и Аристотель Они в принципе Рассуждали так Какая идеальная фигура Среди плоских Ну круг Очевидно Почему очевидно Да вот хуй знает Углов нет Ну вот идеальная фигура Заебись Ну а среди Вот стереометрических Объемных Какая Ну получается Сфера Да Очевидно идеальная фигура А какой фигурой Может быть Собственно планета Наша Ну идеальный конечно Как же Как же блять иначе Конечно блять Идеальная фигура Должна быть у нее Ну значит сфера Значит сфера А причем Формации миллионы Были какие-то Аргументы в пользу Типа там Форма Луны Там вот это вот Наблюдение Непосредственно За прямой линией И так далее Были некоторые аргументы Но ни один из них Не был аргументом Там финальным То есть Началось все С того что Идеальная форма Вот Нам желательно Чтобы сфера была И вроде бы Ничего не противоречит Тому что это сфера И даже есть некие вещи Которые Да вроде похоже на сферу На самом деле Да очень похоже Почему бы и нет В общем как-то так И вот сфера Отсюда было выявлено Ну уже Времена Во времена античности Что земля Имеет сферическую форму И даже радиус Рассчитали По некоторым параметрам Вот А как они его рассчитывали Вопрос Даже приближенный К настоящему времени Как вот мы его сейчас Представляем Как были рассчитаны Греки Вообразили Что они имеют Дело со сферой И в общем-то Вычислили Определенный В общем-то Участок Да Вот этой сферы Да Соответственно Вот представили себе Какой он Ну и начали дальше Рассчитывайте Все вокруг рассчитали Радиус, диаметр Все короче Посчитано Все четко Только проблема заключалась В том что они не знали Что это сфера Досконально Да То есть они не летали в космос Не видели этого Не огибали планету По всем возможным осям На кораблях Еще тогда Не было такой возможности Просто заявили Что оно Ну наверное так Повезло Повезло Приблизительно угадали Там конечно не сфера Приплюснутая Там все дела Да Ну то есть С некоторыми нюансами В принципе Неплохо Неплохо Молодцы Очень сильно повезло На самом деле Ну вот как вот так вот получилось Тут другой вопрос Что в данном случае Мы имеем дело Не с одной планетой Более того Вокруг вращаются тоже планеты Они вроде тоже Околосферические Там луна Она вот такая вот Круглая И наверное сферическая Все таки Если там покрутить Можно предположить Что это сфера Да Вероятно Да и солнце Что то вот тоже Какое то такое Округлое С лучами разными Правда Ну типа тоже Можно предположить Что оно тоже Сферическое Чего бы и земле Не быть сферической То есть у нас здесь Есть множество Таких возможных Допущений Но с другой стороны Почему бы и не быть Другой формы Со вселенной Все еще сложнее Вселенные Галактики И вот эти вот все вещи Которые существуют Миллиарды лет Когда мы допускаем Ту же ошибку Мы можем по-моему Заведомо себя Обречь на Ну вот Будущее Грядущее поражение Если с землей Мы угадали Потому что Ну типа Более маленький вопрос Менее существенный Менее значимый Ну и вот А здесь более существенный вопрос Растянутый на Большее количество лет И соответственно Для того чтобы Подтвердить ответ На этот вопрос Необходимо просмотреть Вообще всю историографию Вселенной Сначала и до конца Что вот реально Все от расширения От единого Движется И вот расширяется 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 Да Что вот оно вот так Вот всегда двигалось И всегда будет двигаться Именно таким образом Очень много нужно Для этого сделать Окей феномен Ну это странный уже Аргумент будет Землей просто Вылетел Посмотрел Ебать Она сферическая Типа Ну типа Феноменально Все она сферическая Я подтвердил Там Несколько там Осей в общем Обогнул на кораблях Ну типа Че вообще похоже Сферическая В худшем случае В форме чупа-чупса Это вот типа Знаете На осях Какие-нибудь там Вот палочки Такие может быть И то их не видно А если их не видно Ну наверное их и нет Вот и так И так далее То есть Здесь-то в принципе Вариантов было не так много А со вселенной Все сложнее С волнами света Происходит то же самое Только свет от объектов Которые приближаются Смещаются в синюю часть спектра К более коротким волнам А удаляющихся В красную часть К более длинным волнам Отсюда и название Красное смещение Измеряя это красное смещение Можно определить Что объект удаляется от нас И примерно С какой скоростью Теория большого чупа-чупса А че нет? Так вот Измерения Веста Слайфера Показали Что как правило Все спиральные Туманности От нас удалялись Что уже намекало На расширение Обратите кстати внимание Еще в статьях Хаббла Они как... Не ну просто Я уже давно фиксирую Что аргументом Финальным Плюс-минус К тому что Земля имеет форму Плюс-минус сферы Это именно Полет в космос Ну это и то на уровне феноменов Правильный феномен То есть если мы выходим На вопрос Какова Земля на самом деле Потому что там Мы допустим Какая-нибудь там Зрительная иллюзия Симуляция и прочее Мы это пока что не учитывали Так что и наш феномен Можно как бы В нем усомниться Что Земля на самом деле Такова какой мы ее видим Может и Земли вообще Никакой нет на самом деле Иллюзия Матрица Еще что-нибудь Ну и тогда В принципе да Ну это как бы знаете Такие аргументы Философского уровня Ну их не преодолеть По большей части Ну или это по крайней мере Так выглядит Что их очень трудно преодолеть Убедительных опровержений Всяких зрительных иллюзий Нет Но вот аргументом финальным Для Именно эмпирического Подтверждения того Что Земля сферическая Или лучше сказать Феноменального На мой взгляд Был именно полет в космос Вот полетели в космос Бля Ну все сферическое Мы облетели вот здесь Вот так вот Посмотрели вокруг Спутники везде расставили Все мы в космосе Мы все видим 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 она какой формы Все феноменально Она такая Как минимум Ну вот она нами Такой воспринимается Могло быть и иначе Вот буквально До полета в космос Мы не могли на 100% Убедиться в том Что ну вот она вот 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 Ну вы поняли Любой магнит Ну не любой И там были определенные Ограничения Ну например Тень от Земли Например на Луне Когда она Отсматривалась Да то есть мы смотрели Тень Тень от Земли На Луне Отсматривали Ну вроде Какие-то изгибы Вот такие вот там имеются Ну в общем похоже Что некоторые части Этой самой планеты На которой мы находимся Они наверное имеют Вот такую вот Округлую форму Вероятно Вот очень было Да Прямо 100% Практически Если это та самая тень Если это та самая тень Кстати да К вопросу Но ученым свойственно Почти всегда упрощать И они чаще всего Берут самый простой Из вариантов И здесь они поступают По той же самой схеме На самом деле Просто берем И просто упрощаем Какое-то время Назывались Спиральные туманности А вот в 1922 году Российский математик Физик И космолог Александр Фридман Простите Не то фото Александр Фридман Разработал уравнение Фридмана В рамках общей теории Относительности Эйнштейна Фридман показал Что статичная вселенная Эйнштейна Очень нестабильна А модель Фридмана Предсказывала Что вселенная Не статичная А должна Расширяться Или сжиматься Ну и дальше Уже были открытия Эдвина Хаббла В 1924 году Наблюдения Хаббла Показали Что галактика Андромеды Находится слишком далеко Чтобы быть частью Млечного пути Пусть его изначальные Оценки расстояния Были очень неточные Но принципиально Он был прав Ну а к 1929 году Измеряя расстояние До галактики Скорости с которыми Они двигаются Хаббл заметил Между ними Прямую связь Чем дальше Галактики от нас Тем быстрее Они удаляются И это теперь Называется Законом Хаббла Что опять же Указывало На расширяющуюся Вселенную В 1927 году Жорж Леметр Бельгийский астрофизик Касмур Зачем называть Законом Просто Наблюдение Сколько обхват Хезе Молог Математик И католический Священник Пришел он К результатам Схожим С результатами Фридмана А уже после Открытия Хаббла В 1931 году Он пошел Дальше Предположив Что раз Сейчас вселенная Расширяется Значит раньше Она была Меньше И что если Продолжать Получится Что в каком Вообще Нет Не значит Если она Сейчас Расширяется Это не значит Что она Была Меньше Это может Значит Что она Расширяется Может быть Сужается Может расширяется Сужается Постепенно Как гармошка Может еще Что-то Может еще Где-то Какие-то Там Аформации Происходят Может там На границе Вселенной Находится Телепорт Который Вот так Вот знаете Телепортирует Все в центр Вселенной И из вселенной Опять все происходит Таким потоком Бесконечным На краю Вот такой Окружает Телепорт Допустим И все в центр Телепортирует И из центра Вот так вот Все вытекает Вся вселенная И они постоянно Вот так вот Удаляются Но вселенная Оставляет тот или иной Размер Единый Ну шат Ученые берут Самые явные Логические выводы Это нихуя не явный Это нихуя не логический Нихуя не явный Вывод Ван Блумберг Я замечу Что этот вывод Следует из одного Единственного Я не знаю Стремления Все тупо упростить Причем Это именно Нелогический вывод Это просто Самое Одно из самых Простых Положений Вещей Все Вот Вот чем Теория Большого взрыва На начальных этапах Отличалась От остальных Теорий Вот Сейчас она конечно Более проработана Потому что над ней работают Вообще-то Да Удивительно Что те теории Которые проработаны Они Ну над которыми работают Они оказываются проработаны Вот она сейчас более проработанная Потому что над ней Блядь работают Огромное количество Ученых И так далее Но вот Нюанс-то здесь Заключается Прежде всего В том Что на начальном этапе Просто чем она Характеризуется Тем что просто Одна из самых простых Теорий Которая описывает Вот это красное смещение А что нам предполагать Гармошку Там Вот эти вот Проистечения Какого-нибудь там Бога Который их там Двигает Как-нибудь В удаление Почему бы нам Не предположить Что вселенная Она там Сохраняет Те же размеры Но просто На нашем участке В нашем кластере Вот эти вот Удаления происходят А остальные кластеры Мы не видим Может вселенная Намного больше Чем мы себе представляем Но в том кластере Где мы видим Там удаляется А потом Где-нибудь там Сближается Там выходит Перетекает И куда-нибудь Там все это Удаляется Раздаляется Как-то движется Более сложно Не-не-не-не-не-не-не Похуй Нам это не интересно Нам это все Не интересно Почему кроме меня Никто ее не заказывает Не знаю В какой-то момент В прошлом Вся вселенная Будет сжата В одну точку Откуда все И произошло Леметро часто Называют автором Теории большого взрыва Хотя именно Это название Появилось позже В 1949 году И авторство названия Принадлежит Британскому Астроному Фреду Хойлу Которому Теория очень не нравилась И он с ней До конца жизни Боролся И тут часто Рассказывают Что термин Большой взрыв Он использовал Чтобы высмеять Идею О взрывающейся Вселенной Но возможно Это не так Я пока искал Информацию Наткнулся На целую статью О происхождении И названия В теории Шат Люди Людей Стали появляться Стали появляться Только в 60-х Ну и вообще Конечно Само название Так себе В первую очередь Потому что Оно вводит Людей в заблуждение Ведь Никакого Взрыва В привычном Смысле Не было Но Все же теперь Би-теория И название Это один из столпов Современной Космологии В целом Эта идея Кажется Достаточно Простой Если я Запущу Эти два Шара В разные Стороны А потом Обрежу Начало Записи И покажу Кому-то Ее Вот в таком Виде Только на основании Того Что мы Увидели Учитывая Движение Шаров В определенный Момент Можно Достаточно Уверенно Сказать Где Они Были До Этого Нет Нет Нельзя Если Ты думаешь Что Можно Ты Полный Умственно Неполноценный Дегенерат Ты Человек Блять С интеллектом Ебаного Блять Ребенка Буквально Ебаный Блять Мартышки Я бы Даже Более Сказал Как Дверь Как Движется Предмет Он Как Угодно Он Может Двигаться Изначально Любой Умный Блять Достаточно Человек Сказал Б По Разному Мог Двигаться Может Вот так Может Он Вообще В покое Находились Эти Предметы Может Вот 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 Это Вот Не знаю Может Они Завернули Завернули Эти шарики Каким То Образом Может Упали Сверху И покатились В разные Стороны Там Еще Что Нибудь Там Может Произошло Любой Блять Умный Нахуй Человек Скажет Да Вообще Как Угодно Может Блять Ты руками Вот так Вот Нахуй Двигал Блять Потом Нахую Вот так Вот Их Повращал И Облизывал Их В жопу Себе Засовывал А потом Они Раскатились Назад Вот Вообще Все Что Угодно Могло Происходить До Этого Вот Миллиарды Разных Подходов Блять Охуенно Так И со Вселенной Охуеть Охуенно Аналогия Десять Блять Из Десяти Если Это Реальный Аргумент Которым Пользуются Учеными Просто Хуем По лбу Вот так Можно Проводить И Вместо Шаров Галактики Ну и Увеличение Расстояния Тут Ебануться Связано Уже с Расширением Самого Пространства Времени А не С тем Что Галактики Просто Разлетаются В разные Стороны Итак Наблюдаемое Расширение Вселенной Это Основа Теории Большого Взрыва И Из Этого Можно Сделать Несколько Выводов И Построить Ряд Предсказаний Которые Дальше Можно Попытаться Проверить И Основными Предсказаниями Теории Большого Взрыва Часто Называют Следующее Во-первых У Вселенной Было Начало И От Этого Момента До Настоящего Она Менялась Эволюционировала Чем Дальше Мы Заглядываем В Космос Тем Более Молодые Объекты Мы Должны Видеть Меньше Тяжелых Элементов И Менее Проэволюционировано Деградация Называется Ван Блумберг Это Какой-то Вообще Дичь То есть Он Сейчас Показал Как Рассуждали Люди Которые Вывели Теорию Большого Взрыва И Основная Проблема Заключается В том Что это Крайне Ошибочный Способ Рассуждения Он Просто На примере Той аналогии Которая Была Предложена Данным Автором Да Мы Не Сами Эту Аналогию Выдумали В данном Сочи Мы С точностью Убедились В том Что Какая-то Дичь Происходит В его Рассуждения То есть Это Не Логическое Следствие Это Просто Ху Я Та А Может И не Было Ничего За пределами Этего Кадра Они Не Существовали К вопросу О Вселенной Это Может Иметь Смысл Бог Просто Взял Щелчок Создал Мир Где-то Вот На промежутке 5000 лет Вот В том Состоянии С расширением Которое Оно Есть Есть Бог У нас В теории Всемогущее Существо Которое Бржух И все И еще Существует Тысячу лет Потом Апокалипсис Потом Вечная Земля Возрождение Всех Живых Существ Там Иисус Христос Воспускается Огненным Мечом Всех Рубит Все Счастливы В итоге Кто Все Кто Кто В ад Кто В общем Уже Возрождается В телах Своих Абсолютных Всемогущих Как у Шадова Приблизительно И всем Хорошо Всем Замечательно Ну Вот Как бы Вот Тут Такой Момент Вам Блубер Пишет Есть Такая Книга Про Создание Вселенной С половиной Процесса Кстати Там Также Наука Залезла Ну А че Нет А че Нет А 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 Момент Когда Еще Не Существовала Что значит Логика Существует Люди Пользуются Логикой Есть Такой Момент В смысле Она Существует Онтологически Хуй знает Есть Люди Которые Считают Что Логика Существует Как Я не знаю Набор Там Я не знаю Реальных Идей Платона Или Что то Вроде Того И Работает С этими Идеями И является Реально Объективным Способом Работать С ними Так Не только С высказыванием В данном случае Для нас Когда мы Спорим Прежде всего С высказываниями То есть Мы используем Логику Чтобы строить Свои высказывания Она существует Как метод Работы С высказываниями В таком случае Да Она существует Но вот Как что то Антологически Как у Платона Там Идеи Вряд ли Может быть Да Может быть Нет Но я здесь Не буду судить Пало Звезд И галактик Далее Если мы Перематываем Время Еще дальше Назад То должен Быть Момент Когда Вселенная Была Значительно Меньше И такой Плотной И горячей Что тогда Еще не могли Формироваться Стабильные Атомы А излучение Не могло Свободно Распространяться По Вселенной А значит В момент Когда Вселенная Достаточно Расширилась И остыла Свет Должен Начать Свободно Перемещаться И мы Должны Видеть Это Остаточное Излучение Повсюду Во Вселенной А что Если Это Остаточное Излучение Возникло Какими-нибудь Другими Путями Например Ну да Ладно Ну как Обычно Что это За излучение Такой Интерес Да Что за Излучение Реликтовое Плюс В ранней Горячей Вселенной Должна Быть Фаза Которую Сейчас Называют Первичным Нуклеосинтезом Этап На котором Еще до Появления Звезд Сформировались Первые Химические Элементы Во Вселенной То есть По всей Вселенной Должны Быть Распространены В большом Коль Ну Ильяс Опять же Смотря Из какой Философской Системы Мы Исходим Я просто Сомневаюсь Во всяких Онтологических И гносеологических Схемах Которые Претендуют На что-то Больше Чем Ну Очень Какие-то Скромные Вещи Типа Ну Вот Мы можем Логикой Работать С Рассказываниями Ну Окей Можете Да Действительно Без вопросов Мы можем С помощью Математики Считать Несуществующие Абстрактные Числа Да Можете А если Вы говорите О том Что ваша Математика Реально Там Истину Предсказывает Или Сама Является Истинной И существует В мире Да Но Это Уже Очень Высокий Уровень Так Скажем Требований Для Математики Да И тут Надо Что-то Предъявить Наверное В большей Степени Чем Вот Просто Сказав Что Мы Там Ну Ну Считаем И считаем Это Весело Это Интересно Там Обогащает Меня Это Изнутри И Вообще Полезно Вроде Даже Вот Как-то Так Количестве Самые Легкие Элементы Водород Гелий 4 И Еще Некоторые Изотопы Ну И В общем Все Это Находит Своё Подтверждение В Наблюдениях Мы Наблюдаем Раннюю Вселенную В телескопы Вплоть До Периодов Всего Несколько Сотен Миллионов Лет После Начала Расширения Предсказанное Излучение Световое Эхо Большого Взрыва Было Открыто И Называется Сейчас Реликтовым Излучением Или Микроволновым Фоном Я Много Раз О нем Рассказывал И делал Отдельные Выпуски В старых Видео Я говорил Что Открытие Микроволнового Фона Это Одно Из Главных Доказательств В пользу Одним Методом Бог Блять Создал Там Я не знаю Бог Злокозненный Дьявол Все Что Угодно Создал Реликтовое Излучение Просто Бух Блять Все Мы Объяснили Реликтовое Излучение Другой Теория Ненаучная Что Дальше Ну Вот Что Дальше Если Это Главное Доказательство Оно Нихуя Не Доказывает Ну Ну Вот Вот Он Сказал Это Доказательство Значит Оно Должно Доказывать Да Плюс Минус То есть То есть Реликтовое Излучение Должно Говорить Нам О том Что У нас Нет Никаких По Большей Части Серьезных Альтернатив Вот Данной Точки Зрения Есть Бесконечное Множество Альтернатив Которые Допускают Существование Реликтового Излучения Бесконечное Множество Разных Теорий Могут Вместить Себя Наличие Этого Реликтового Излучения Все Финал Как бы Охуенное Доказательство Которое Просто Вот Вот так Разносится Без проблем Собственно Вот Почему Это Действительно Так Количество И соотношение Легких Элементов Во вселенной Тоже Говорит В пользу ТВВ Это Основные Но Далеко Не все Аргументы И доказательства Еще Естественно Теория Не стоит На месте И меняется Так Очень Важным Стало Добавление Этапа Инфляции Очень Короткого Промежутка Времени Когда За короткий Миг Вселенная Увеличилась В огромное Количество Раз Смотрите Видите Теория Не просто Возникла И осталась Такой Какой Она Была С самого Начала Ее там Подкорректировали Короче Некоторые Факты Некоторые Факты Непосредственно Ну Блядь Что-то там Не совпадало Да Но изначальной Теории Пришлось Поменять Несколько Раз Формулировочки Пришлось Несколько Раз В общем Поколдовать Чтобы Все Это В общем Получилось Вы представляете Себе Насколько Удобно Работают Ученые То есть У теории Есть Несколько Заходов И возможностей Вообще Может быть Даже Не очень Ограниченное Количество Возможностей Для корректировки Да вот Блядь Таким образом Можно Под предсказание Подрочить Вообще Любую Теорию И что угодно С ней делать Просто Никто До этого Так не Подрачивал Простите За такое Суровое Слово Подрачивал Просто Раньше Так Не пытались Сделать Раньше Вообще На факты Меньше Внимания Обращали Потому что Они Несущественными Оказались Дальше Раньше Больше По рассуждениям Люди Угорали Чтобы Красиво Непротиворечиво Ну и наверное Соответствует Истине Потом Империзм Ну Империзм Сначала Кстати Был Крайне Нелогичен И поэтому Он далеко В теорию Не уходил А потом Когда Империзм И рационализм Начали Смешивать Тогда Начали Появляться Такие Далеко Идущие Теории Которые Вот это Вот еще И факты Туда Куда Какие-то Примешивали Фейковые Вот как-то Вот оно Так Вот и Получается Но Об этом Подробнее Мы как-нибудь Еще поговорим Отдельно Еще было Открыто Что вселенная Не просто Расширяется Но сейчас Еще и С ускорением И так Далее Но Как я уже Сказал Проблемы У теории Конечно Тоже Есть Какие-то Из них Сажившиеся А какие-то Настоящие Кто-то Может Сказать Что Теория Большого Взрыва Нарушает Элементарные Законы Физики Как же Все Может Взяться Из Ничего А как Закон Сохранения Массы Энергии И все Такое Но Этот Вопрос Возникает Из-за Недопонимания Многие Думают Что Теория Большого Взрыва Это Про то Откуда Взялась Вселенная Но Это Не так Теория Большого Взрыва Не Описывает Зарождение Вселенной Она Не Говорит Откуда Все Взялось Она Описывает Эволюцию Вселенной Причем Даже Не С самого Начала Ведь Если Мы Мысленно Перематываем Историю Расширения Вселенной Назад В определенный Момент Наступает Ситуация При Которой Современные Законы Физики Работать Перестают И Мы Просто Не Можем Описать Что Было В Самые Первые Моменты Существования Вселенной При Этом Теория Большого Взрыва Заглядывает Очень Далеко В прошлое Вплоть До Первых Мгновений Существования Вселенной Но Не До Самого Начала Так Что На вопрос Откуда Взялась Вселенная Она Просто Не Отвечает Но Неплохо Описывает То Как Все Развивалось С Самых Ранних Моментов Но Вот Настоящие Нерешенные Проблемы Это Например Вопросы Темной Материи И Темной Энергии Которые По Современным Оценкам Отвечают За Большую Часть Массы Энергии Всей Вселенной С Учетом Этого Вообще Блять Штуки Которые Нихуя Не Существует Их Нихуя Не Видно Блять Просто Вообще Нихуя С ними Не Сделаешь Смотрите Да Ученые Которые Уже Кучу Времени Много Чего Описывали Столкнулись С тем Что Буквально Там Более 90% Вселенной Нихуя Пока Нормально Не Описаны И Приходится Теперь В общем Темная Материя Блять Темная Энергия Вот Эта Хуйня Начинается То есть Когда Вы Осознаете Свою Полную Некомпетентность Но Это Надо Очень Тонко Скрыть На самом Деле Блять Что Происходит Вообще Наш Видимой Хуйни 999% Внутри Вселенной Чтобы Эта Хуйня Заработала Фух Добавили Так Темная Материя Темная Энергия Поехали Поехали Пацаны Лишь бы Никто Не Заметил Что Мы Хуйню Угородим Они Естественно Должны Играть Ключевую Роль В Эволюции Вселенной Но При том Что Мы Считаем Что И Темная Материя И Темная Энергия Существуют Мы Пока Понятия Не Имеем Чем Они Являются И Для Более Полного Понимания Вселенной Эти Проблемы Еще Предстоит Решить Мы Пока Не Знаем Почему Во Вселенной На Ранних Этапах Оказалось Больше Материи Чем Антиматерии В результате Чего Мы Можем Видеть Все Вокруг Что Состоит Из Обычной Материи Включая Нас С Вами Об Антиматерии Я Подробнее Рассказывал В выпуске Об Антигалактиках Предсказанная Теория Структуры Вселенной На Маленьких И На Больших Масштабах Не Совсем Сходятся С Тем Что Мы Наблюдаем И Тут Проблема Или С Нашими Расчетами Моделями И Теорией Или С Наблюдениями Так Называемая Проблема Горизонта Задает Вопрос Почему На Больших Масштабах Вселенная Такая Однородная Регионы Между Которыми Огромные Расстояния Ну тогда Вообще Просто Так Придумали Вам Ломберг Веселимся Стояния Имеют Примерно Одну Температуру Почему Все Области Которые Никак Не Связаны Столь Похожи Эта Проблема Как раз Решается Инфляцией Есть Проблема Космологической Постоянной Формы Вселенной Ну Окей Окей Есть Отлично Христиане Думают Что у них Другие Проблемы Есть Мусульмане Тоже Там У них Свои Проблемы Есть Там Как Я не знаю Починить Человечество И все Такое Исламу И другие Важно Что Естественно Теория Не Совершенна Но Она Развивается Одним Из главных Конкурентов Теории Большого Взрыва На ранних Этапах Была Теория Стационарной Вселенной Основное Развитие Открытия Того Что Вселенная Судя По всему Расширяется Тем Не менее Некоторые Ученые Не готовы Были Принять Теорию Большого Взрыва Среди Знаковых Сторонников Стационарной Вселенной Как раз Был Фред Хойл Который Придумал Название Теории Большого Взрыва Из Названия Теории Можно Подумать Что Тут Полностью Отрицается Расширение И Речь идет О том Что Вселенная Статична Но Нет Тут Еще Немного Сбиваются Толку Перевод Стационарная Вселенная На Английском Она Называется Steady State Universe И Steady State Скорее Можно Перевести Как Постоянное Состояние А Под Постоянным Состоянием Здесь Имеется Ввиду Средняя Плотность Вещества Если Теории Большого Взрыва По Мере Расширения Пространства Времени Расстояние Между Далекими Объектами Увеличивается И В одном Объеме Пространства Плотность Вещества Постепенно Снижается Что Блин На самом Деле Если Все Это Изучить Я На самом Деле Не Представляю Насколько Жестко Я буду Уничтожать Физиков Если Закончу Физический Факультет Я Просто Серьезно Я Не Представляю Себе Уровень Этого Уничтожения Потому Что Уже Сейчас Видны Просто Колоссальные И Логические И Методологические И Вообще Разные Другие Ошибки Не ошибки По разному Можно Трактовать Проблемы Проблемы Видны Прям Колоссальные Насколько В общем Это Все Так Скажем Проистекает Из Определенной Научной Моды И Научной Традиции Если Это Все Фиксировать В прямом Эфире И Соответственно Еще И Доебываться Когда Доебываются Скептики Вообще Каждому Шагу Каждому Методологическому Элементу Ко всем Логическим Структурам И разъебывать Всех Этих Ученых По одному Там Столько Сомнений Еще Накопится Что Мне даже Туда Лезть Не нужно Потому что Заранее Известно Что Эти Ребята Скорее Всего Просто Не Выдержат Нет У них Средств Чтобы Нормально Все Это Обосновать Вот Просто Ну Вот Не Получается Вот Пытаются Вот Что-то Сказать А вместо Этого Шарики Вот Так У них В разные Стороны Разъезжаются Очевидно Веществу Те новому Взяться Неоткуда То Теория Стационарной Вселенной Говорит Именно Об этом Здесь Вселенная Растет В размерах Но Средняя Плотность Не падает Потому что В ней Все время Создается Новое Вещество Такая Вселенная Вечная Бесконечная И Всегда Одинаковая Не меняется Ее Плотность Не меняется Ее Структура На Больших Масштабах Помимо Очевидных Вопросов Вроде Откуда Вещество Теорию По сути Похоронили Открытие Реликтового Излучения И Квазаров Оба Открытия Объединяют То Что Свет Который Мы Получаем Приходит Из Такой Эпохи Когда Вселенная Явно Была Другой Микроволмовый Фон Из эпохи Когда Откуда Вы знаете Что Они Из Этого Времени Вы Были В Этом Времени Чтобы Зафиксировать Нет Это Показывает Что Нет Вселенная Не Всегда Была Одинаковой Еще Одна Альтернатива Стандартной Космологии Так Называемая Плазменная Космология Или Плазменная Вселенная Идея Принадлежит Не кому Нибудь А Ханесу Альфину Основоположнику Магнита Гидродинамики Гравитация То В Плазменной Космологии Роль Играют Электромагнитные Силы И Логика Тут В том Что Они Ведь Сильнее Гравитации А Значит Все Что Мы Вокруг Наблюдаем Может Быть Последствием Эффектов Не Гравитации А Электромагнетизма И Это Касается Всех Процессов От Рождения Звезд До Расширения Вселенной В Модели Альфвина Вселенная Состояла Из Больших Скоплений Вещества И Антивещества Эти Пузыри Как бы Боролись Друг С Другом И Расширялись Что Мы Наблюдаем Как Расширение А Там Где Они Сталкивались Возникало Излучение Которое Мы Видим Как Реликтовое Но Все Это Просто Напросто Не Соответствует Тому Что Мы Наблюдаем Конкретно Например Тому Что Мы Видим Что Чем Дальше Галактики Тем Быстрее Они Удаляются А В Плазменной Вселенной Этого Быть Не Должно Как Я Уже Сказал Теория Большого Взрыва Не Дает Теория Большого Взрыва Доказана Тем Что В Потому Что Ну Нах Объясни Объяснений Не Будет Почему Просто Так Устроено И Ответы На Вопрос Откуда Взялась Вселенная Значит Вот Смотрим Мы В Прошлое До Ранних Моментов Пока Наша Физика Работает А Может Дальше Смотреть И Не Надо Тут Всплывает Идея О Циклической Вселенной Может Вселенная Расширяется Затем Останавливается Начинает Сжиматься Доходит До Минимальных Но Не До Бесконечно Малых Размеров Которые Ломают Законы Физики А Затем Вселенная Отскакивает Назад И Так Может Продолжаться Бесконечно Тут Можно Подумать Что Снимается Вопрос Что Было До Большого Взрыва Потому Что До Большого Взрыва Было Бесконечное Количество Других Больших Взрывов И Сжатий По Сути Может Быть Все Вечно Почему Почему Вопрос Остается Откуда Все Взялось С чего Бы Ему Оставаться Можем Из Философских Оснований Просто Так Взять И Сказать Она Вечно Все Вечно Почему Что Откуда Взяться Вообще Должно Я О Подобном Сценарии Уже Не Раз Говорил В Контексте Сценария Смерти Вселенной И Я Также Рассказывал Что Для Того Чтобы Вселенная Остановила Расширение И Начала Сжиматься Плотность Массы Энергии Должна Быть Выше Критической Но Пока Современные Измерения Говорят О том Что Эта Плотность Очень Близка Или Равна Критической И Скорее Всего Вселенная Будет Всегда Расширяться Но Возможно Какие-то Новые Данные Заставят Нас Это Пересмотреть Были Мнения Что Теория Большого Интерпретированы Ну Во-первых Неверные Возможно Интерпретированы Во-вторых Возможно Недостаточны Ну В-третьих Получены Из Исключительно Научной Крайне Сомнительной Методологии Которая Исходит Из Крайне Сомнительной Естественной Установки Да Ну Вот Может Быть Вот Так Вот Ну Ладно Яркий Пример Гипотеза Старения Света Один Из Основных Аргументов В пользу Расширения Вселенной Это Красное Смещение Эта же Гипотеза Говорит Что свет От все Более И более Далеких Объектов Кажется Нам Смещенным В красную Часть Спектра Не потому Что Расширяется Пространство Ну Кстати К вопросу Да Может Свет Работает На таких Больших Расстояниях Как-то По-другому Во Время И волны В расширяющемся Пространстве Как бы Растягиваются А Потому Что Свет Стареет Например Пока Он летит Миллиарды лет По вселенной Он взаимодействует С веществом По пути Теряет энергию Но Это Напрямую Опровергается Многими Наблюдениями Ну И еще Расширение Подтверждается Наблюдением За сверхновыми Да Мало Ли Че Там Со Светом Происходит Вот Че Вопрос То 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 Как бы Вы На такое Расстояние Свет Вообще Запускали У У У У вас вообще Есть Возможность Запустить Свет На такое Расстояние Которое Между Галактиками По моему Нет То есть По моему Это невозможно Уже В принципе Такая Проверка Сказал Лучше Как Опровергается А не Как Подтверждается Ну Кстати Да Лучше Б Фальсификатора Обозначил Есть И более Радикально Звучающие Версии Например Модель Экоператической Вселенной Говорит О том Что Наша Вселенная Это результат Столкновения Двух Трехмерных Бран Из четвертого Измерения Браны Это такие Фундаментальные Объекты В теории Струн Которые Мы сейчас Закапываться Не будем Главное Что Вы уже Успели Заметить Что Эта модель Берется Из теории Струн Которая Еще Самой Далеко До совершенства Как и До экспериментального Подтверждения Есть Идея О бесконечной Инфляции И тут Мы Вообще Уже Заглядываем В мультивселенную Тут Во вселенной Должно Существовать Гипотетическое Инфлатонное Поле Которое Находится В состоянии Постоянной Инфляции Но В некоторых Местах Оно Ослабевает И там Появляются Как бы Пузыри Которые Расширяются Намного Медленнее И вот Наша Вселенная Это Такой Пузырь И Может Существовать Огромное Множество Других Пузырей С Которыми Мы Правда Никак Не можем Проконтактировать И в этих Пузырях Могут Даже Быть Разные Законы Физики Еще Есть Версия О том Что Мы Якобы Живем Внутри Черной Дыры А Черные Дыры Нашей Вселенной Содержат Внутри Другие Вселенные И об этом У меня Тоже Был Отдельный Подробный Выпуск Если Кратко Поехавшие Блять Жизы Сука Наука Да Окей Нет Скорее Всего В Черной Дыре Мы Не Живем И Наблюдение Этому Противоречит И это Конечно Еще Не Все К тому У многих Теорий И гипотез Есть Свои Подтеории Но После Того Как Мы Поговорили Про Некоторые Основные Альтернативы Теории Большого Взрыва Я думаю Становится Понятно Почему Она По-прежнему Считается Основной Многие Из Сказал Просто Надо Понимать Что Никто И Не Говорит Что Теория Большого Взрыва Идеальна И Надо Понимать Что Именно Она Объясняет А Что Нет Может В будущем Ей На смену Придет Другая Теория А Мог Нихуя Не Объясняет Никак Не Доказывается Судя По данному Видео Но Очень Интересно Очень Интересно Ну Как Нихуя Что То Там Объясняет Совсем Небольшое Количество В общем То Явлений Да И Доказывается Как Он Сказал Ну Вот Ну Одним Не Одним Но Очень Важным Реликтовым Излучением Главный Аргумент Реликтовое Излучение Неожиданно Перечислил Бы Все Аргументы Если Много Тогда Было Интересно Послушать Реликтовое Излучение Просто Сразу Нахуй Посылается Очень Легкими Методами Не надо Там Даже Особо Думать Может Она Будет Дальше Дополняться Совершенствоваться Или Встраиваться В какую-то Более Общую Картину Но Пока Это Лучшее Что У нас Есть В смысле Блять Лучшее Чел Блять Это Говно Какое По твоим Описаниям Это Просто Кал Блять Кала Из Говна Состоящей Ну Вот Серьезно Это Лучшее Что У нас Есть Мы Жрем Говно Друзья Спасибо За Просмотр Не Забывайте Подписываться На Мой Телеграм Канал И Группа Вконтакте И Огромное Спасибо Вам Блуберг Пишет Шат Просто Людям Ну Очень Хочется Чувствовать Что Все Под Контролем И Даже Откуда Вселенная Произошла Ну Как Проэнс Эволюционировала Лучше Здесь Сказать Но Хотят Но Не Могут Так Хоть Придумает Есть Такое Но Тут Опять Понимаете Статус Науки Религия Философия Вот Эта Хуета Хуета Которая Выдумки Понимаете Наук Философия Говно Разница В статусе Понимаете Какая Огромная Вот Вот Как-то Вот 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 Так Вот Работает В мире Странно Всем Кто Поддерживает Меня На Бусти И На Патреоне Пока Это Лишь Теория От Людей Которые Путают 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 Если Я Запишу Запишу Запишу